Перед началом проектирования разберем структуру папок в каталоге Ариста. Папки разделены по назначению и по очередности. В папке номер один, шкаф, находятся все элементы для построения встроенного или корпусного шкафа. В папке номер два находятся все системы дверей Ариста и папка номер три это гардеробная система. Рассмотрим каждую из них поподробнее. В папке номер один, шкаф, все папки разделены по очередности использования, то есть в корне лежат примеры готовых корпусов. Для начала построения подберите подходящий корпус и вытащите его на сцену. Если вам, например, нужно построить встроенный шкаф, перейдите в папку под номером один. Здесь находятся элементы и контейнеры для свободного построения. Если в изделии присутствуют декоративные элементы, перейдите в папку под номером два. В корне лежит готовый вариант обрамления. Для более тонкой его настройки воспользуйтесь отдельно элементами. Далее в папке под номером три элементы шкафа находятся различные разделители, полки, планки, все те элементы, которые используются в наполнении шкафа. По умолчанию в корне лежат элементы толщиной 16 миллиметров, также предусмотрены толщиной 25 и 26 миллиметров. Еще есть возможность создания выреза в любом из элементов наполнения. И в папке КДА находятся боковые стенки, которые используются в случае установки боковин в цвет фасада или обрамления. И в последующих четырех папках находятся комплектующие. Ящики, наполнение, различные штанги и пантографы, система Джокер и ручки. Вернемся к содержанию каталога. Папки под номером два двери находятся все системы дверей Аристо. На примере системы КДА и Стандарт давайте рассмотрим пример расположения папок. В корне лежат расположение количества дверей с профилем флэт. В папках под номером номером один также находится расположение дверей, но с профилем С и Фьюжн. И папки под номером два это коллекции. В папке системы Стандарт корни лежат расположение количества дверей с профилем С. В папках под номером один находится расположение дверей с профилем Flat Fusion HO. В папке под номером два двери купе однополозные для проема и в шкаф. В папке под номером три распашные двери. И четвертая папка это вставки в двери купе и варианты моделей дверей. Также есть возможность выбора обработки стекла. Вернемся к содержанию каталога. Перейдем папку под номером три гардеробная. Здесь разделение папок идет по очередности использования. Первые это типы установки их всего три. Корни лежат контейнеры ГСА навесная и настенная с типом установки на стену или в шкаф. Далее элементы для установки в корпусную мебель. Они здесь разделены по сериям. И стеллажная система. В корне лежат стеллажи шириной 450 миллиметров. Также есть шириной 550 и в папке наполнение находятся элементы для установки в стеллаж. Папки под номером два это серии системы которые устанавливаются в контейнер ГСА настенная или навесная лежащие в корне. Далее папка под номером три аксессуары. Здесь они разделены также по сериям. А в корне лежат элементы независимые от серии. И в папке элементы находятся отдельные элементы гардеробной системы.